Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмычков и сегодня мы будем обсуждать наши статьи от наших авторов, которые пишут нам и действительно пытаться их в видео формате донести для тех пользователей, кто конечно не хотят возможно их читать, либо у них нет времени и возможно хотят просто нас послушать и услышать наше мнение дополненное, которое дополнит эту статью. Я не буду пересказывать текст статьи, обязательно сходите, почитайте, я буду конечно рад, но я постараюсь передать основную мысль и возможно рассказать свое мнение, добавив и расширив эти материалы. Поэтому наши ролики однозначно будут направлены на то, чтобы наши текстовые материалы помогали вам в том, чтобы тема была раскрыта максимально. Итак, наша тема сегодня это АБ-тестирование и мы сегодня расскажем, как повышать конверсию сайта ваших страниц просто путем небольшого их изменения. Многие знают, что SEO-продвижение, оно дает нам собственно трафик, позиции и продажи, но я вам так скажу, если вы будете изучать только из позиций продаж, вы провалитесь, потому что продажи SEO не дает, оно дает трафик. В первую очередь дает трафик за счет усиления позиций. Какие страницы подрастают, не всегда растут те страницы, которые вы хотите. Так, например, на одном из сайтов можно посмотреть его топ-страницы, по которым он растет и можно увидеть, какие страницы подросли, а какие нет. То есть вроде бы вы проводите работы, проводите линбилдинг, но конкуренция распоряжается с вами иначе и не все страницы подрастают. Конечно же мы в первую очередь направлены на рост именно этой страницы, все наши усилия направлены в то, чтобы страничка росла и выдвигалась в топ. Но, конечно же, мы никак не продвигали страничку, допустим, тот же ремонт телевизора, но она растет сама по себе, то есть мы никаких усилий по ее продвижению не делали. Почему? Потому что действительно конкуренция низкая. Точно так же касается ремонта газовых клип, которые практически зашли в топ, которые мы не продвигали. Что это значит? Это значит, что иногда вы проводите усилия по SEO, но растут не те страницы, которые вы хотите. Даже на нашем сайте, если посмотреть, казалось бы, какая страница должна быть продвинутая, главная, услуги, но на самом деле нет. Если посмотреть главные страницы нашего сайта через тот же Хребс, можно увидеть, что самая популярная страница как раз это заработок в интернете, который дает огромное количество трафика. А вторая страница это сам Ахребс, про который мы рассказали, мы занимаем второе место в поиске после самого Ахребса, вдумайтесь, да? То есть написанная мной статья и снятые ролики на эту тему. Продвижение в Инстаграм, статья занимает третью позицию, заслуженно в топе, потому что это классная статья, которая рассказывает про продвижение сеть. И моя статья написана просто ради эксперимента по стратегии тонкого контента, по запросу себя сети занимает первое место. Что это значит? Это значит, что когда вы продвигаетесь SEO, вы не знаете, какие страницы продвинутся. И после того, как какие-то страницы продвинулись, вы должны работать над их конверсией, для того, чтобы ловить их трафик. Если изучить нашу страничку, вы увидите, что она выглядит довольно-таки неплохо. Ну то есть вы скажете, о, это вы, конечно, над сайтом своим работали, то есть у вас столько всего на сайте реализовано. И, конечно же, да, мы много работаем с сайтом. И, конечно же, у нас на сайте наша страничка выглядит, ну, как классический такой лендинг. Но она не является лендингом, это просто главная страница. Мы взяли множество идей и реализовали на своей главной странице. Если посмотреть, как мы выглядели раньше, вы немножко ужаснетесь. Для этого просто зайдем в веб-архив и поищем наш сайт в непосредственно в веб-архиве. И попытаемся найти в истории, каким был наш сайт в прошлом. Веб-архив это такой сайт, который позволяет взглянуть в прошлое и посмотреть, каким ваш сайт был раньше. Итак, мы видим, что наш сайт появился еще давным-давно в 2015 году. Можно посмотреть, как он выглядел раньше. Например, 1 октября снятый снапшот по сайту. Можно здесь посмотреть, как он выглядел до этого. И вы увидите, что у нас был ранее довольно-таки сложный дизайн. Вот можно посмотреть, как он выглядел. Вроде бы все похоже, да, вот видите, много чего похоже. Но на самом деле другой дизайн. Здесь были там ферстка, здесь были такие картинки. Здесь был наш блог, вот, собственно, какие статьи были в то время написаны. Можно все это посмотреть. То есть вы скажете, ну, Николай, ну, вы особо не сильно поменялись. Я говорю, ну, в целом, может быть и нет. Какие-то элементы остались похожими. Похожими, но они сильно изменились в дизайне. Итак, если мы перейдем к статье, которую написала Юлия Чмыхова, это наш автор. Автор, рекомендуем обязательно, у него очень классные статьи к прочтению. И хотелось бы посмотреть, собственно, по поводу того, что такое АБТ-тестирование. АБТ-тестирование – это когда вы меняете какие-то элементы на сайте и измеряете результат. Вот это ключевая особенность, что такое АБТ-тестирование. То есть у вас есть некий замер до изменения. Вы проводите изменения, делаете замер после изменения. По одному небольшому изменению для того, чтобы измерить его эффективность. Я рекомендую по поводу того, как проводить АБТ-тестирование, свои определенные ремарки. Собственно, в чем польза АБТ-тестирования? Здесь она очевидна. Конечно, можно увеличить конверсию в 4 раза за счет обновления дизайна. Точно так же 77% компаний проводят АБТ-тестирование на своих сайтах. Да, есть такая интересная статистика. 10 тысяч сплит-тестов осуществляется на крупнейших лидерах рынка, само собой. И на 30% можно увеличить конверсию за счет того, чтобы просто изменить текст на кнопке. Вот это очень интересно. И вот по поводу этих экспериментов мы сейчас поговорим. То есть, условно говоря, АБТ-тестирование заключается в том, что вы меняете только какой-то один ключевой элемент. Как, например, в этой статье. Вот если будете читать статью, там есть изображение, где просто поменяли цвет кнопки и измерили эффективность. Учтите, эффективность может не возрасти и упасть. Да, вы должны понимать, что иногда АБТ-тестирование приводит к отрицательному результату. Поэтому очевидный вывод, когда вы проводите АБТ-тестирование, вы должны проводить его не на всем сайте, а на каких-то отдельных его разделах, на каких-то отдельных ресурсах. И знать, что именно вы их замеряете. Например, иногда какая-то типовая страница для какой-то группы товаров отличается. И она подгружается в другую, с измененным дизайном. Это и есть АБТ-тестирование, допустим, нормальное в больших интернет-магазинах. Вот, яркий пример, это когда меняется кнопочка на заказать и получить, и отследите реакцию. То есть, просто поменяете кнопочку заказать, а кнопочку получить. Аналогично, иногда можно изменить, избавиться от полей. Например, вот у нас форма с двумя полями, вот как говорится, дает больше результат, чем форма с тремя-пятью полями. Обратите внимание, для того, чтобы заказать на нашем сайте ранее, да, у нас было огромное количество полей. Имя, телефон, почта, сайт, комментарий, возможно, подписаться. Что мы сделали? Мы сейчас упростили форму получения заказа, которая предлагает, чтобы вы просто ввели свой сайт. И, ну, что угодно сейчас введем. Любой сайт, выбрали что-нибудь и указали просто три данных. Все, больше ничего не нужно. Если зайти чуть ниже, вы можете увидеть другие контакт-формы, с которых тоже мы получаем заявки. Здесь просто два поля, e-mail и текст. Получить коммерческое предложение аналогично. E-mail, сайт и что конкретно интересует. Заказать звонок, здесь просто ваше имя, ваш сайт, ваш контакт на телефон. Все. Простейшие поля, которые используются для того, чтобы получить заявки. Минимум полей. То есть, на самом деле, эксперименты по полям проводятся постоянно, мы постоянно тоже дорабатываем их. Собственно, как непосредственно считается конверсия? Здесь очень хорошая наглядная формула, да. Для того, чтобы посчитать конверсию сайта, вы должны измерить количество посещений и количество оставленных заявок. Количество заявок поделить на количество посещений ресурса. И, конечно, умножить на 100%. Это и есть ваша конверсия. Смотрите, конверсия это некие заявки. То есть, это не является покупки. Конверсия является оформленные заказики на страничке. Взаимодействие с контентом на страничке. Это очень важно понимать. Поэтому очень важно понимать, разделять ценность этих конверсий. То есть, какие конверсии являются гарантированными заказами, а какие являются всего лишь предпосылками к заказу. То есть, тоже нужно уметь считать. Ну и, собственно, основные принципы сплит-теста. То есть, сплит-теста, что это такое. Это, конечно же, в первую очередь вы должны уметь отслеживать результат. У вас должна быть либо настроена гугл аналитика на ресурсе. Колл-центр должен быть осведомлен, что у вас происходит на сайте эксперимент. Он должен опрашивать потенциальных клиентов, которые связались с ними. Допустим, изменился ли цвет. Допустим, можно проверять какое-то ключевое слово, например, которое спрашивали. Допустим, уникальный код по промо-коду можно делать. То есть, в статье более детально все расписано. Рекомендую, еще раз говорю, прочитать ее. И вот здесь очень важно. Для того, чтобы посчитать, как говорится, оптимальное количество для сплит-теста, вы должны понимать, что в гугл экспериментах, которые, собственно, можно реализовать непосредственно в гугл адворце, то есть в гугл аналитике, в гугл аналитике, собственно, это настраивается, гугл эксперимент. Они рекомендуют две недели. Да, на любое маленькое изменение две недели. То есть, теперь вот сядьте и подумайте. Вот я то, что сейчас озвучил. Вот если вы делаете дизайн своего сайта, выбираете какой-то элемент своего сайта, допустим, вы продумали дизайн, вы не делаете большой редизайн, а делаете проверку какого-то элемента. Вот вы сделали 2-3 дизайна. И ваша цель определить, какая кнопочка лучше будет работать. Вы делаете тест на две недели, чтобы проверить, допустим, как будет работать именно вот эта форма. Как будет работать именно такое расположение элементов или наоборот их поменять местами. И каждый замер гугл рекомендует две недели. На самом деле, я бы брал действительно две недели. Почему? Это позволяет избавиться от статистики выходных. Ну, то есть, вы смешиваете статистику двух воскресеньев, двух понедельников, двух вторников вместе. Почему? Потому что, когда берете одну неделю, да, иногда можно ошибиться. То есть, просто потому, чтобы какую-то неделю была повышенная активность, какую-то пониженная. Две недели дает более точный результат. Во-вторых, все эксперименты неплохо проводить в середине недели. То есть, в середине месяца это оптимальный вариант, когда нет прыжков посещения мне в начале месяца, в конце месяца. Типичные, когда люди получают зарплаты, начинают что-то покупать. Почему бы и нет? Это если мы говорим про интернет-магазины. В B2B сегменте та же самая ситуация. В начале, в конце месяца активность может падать. Поэтому я бы обратил внимание, конечно же, в первую очередь, на выбор вот этих вот календарей для проведения оптимизации. Во-вторых, вы должны составить список, что вы конкретно хотите менять. Как мы видим, мы много чего изменили, много от чего избавились, много чего переделали. И переделывали это на основе анализа, конечно, конкурентов. И, само собой, каждый элемент проверялся на цвет. Кнопочка была ранее зеленой, потом она стала оранжевой. То есть, мы взяли идею для того, чтобы оранжевые кнопки, это не просто так. Мы выбрали второй цвет из нашего фирменного цвета, чтобы он гармонировал и при этом отличался. Почему? Потому что просто зеленые кнопки пользователи не замечали. Коммерческое предложение, которое мы готовим нашим клиентам, он тоже оформлен на веб-интерфейсе. И тоже каждый элемент прорабатывается исключительно АБ-тестом, потому что мы тестируем, как пользователи реагируют на эти страницы. Как они кликают, какие элементы, какие разворачивают и тому подобное. И поэтому каждая страничка на нашем ресурсе прогонялась непосредственно вот этими АБ-тестами. Не все нам удается, конечно, успевать. Потому что вы посчитаете, каждый замер две недели. Каждый замер нужно делать желательно в середине месяца. Выходит только на одно тестирование, уходит месяц. Оптимально, конечно, разделять сегменты тестирования. Допустим, проводить тестирование на разных типах ресурсов. У нас есть seoq.com.ua, seoq.ru. На разных типах ресурсов показывать разные изменения и замерять результаты. Поэтому АБ-тестирование затягивается по времени. Во-вторых, нельзя проводить АБ-тестирование на слабом сайте. То есть, если у вас посещалка всего 100 человек в сутки, вы с трудом выдавите 10 конверсий. А 10 конверсий – это не показатель. Оптимальным считается количество – это 1000 посетителей, допустим, за период. Ну, то есть, вообще считается от 100 и выше для каждой тестируемой страницы конверсии. То есть, одна гипотеза – 100 конверсий. И, соответственно, эксперимент длится должен более 7 дней. То есть, 14 дней. Это значит, действительно, что эксперименты нужно планировать. Вы не можете. Так, давайте сегодня пройдем этот эксперимент. Так это не работает. Вы должны составлять карту экспериментов, записывать эксперименты, которые вы запланировали, записывать замеры, которые вы получили, и формировать выводы уже на основе этой таблицы. Ну, то есть, вот у вас день замера, ТЗ замера, дата старта, дата картинки, результативность, до, результативность после, коэффициент изменения, вывод. Вот такая табличка у вас должна быть реализована. Именно эта табличка является четким ТЗ-дизайнеру, четким ТЗ-маркетологу, что нужно менять. В противном случае у вас не будет порядка, вы будете хаотично все менять, просто потому что бабушка Параска сказала, там, это сделать так, или это так. Ну, я подсмотрел конкурентов, ой, я сделаю его так. На самом деле, юзабилити это такой элемент, который требует максимального вовлечения маркетологов и прилично затягивается по времени. Поэтому, если, как говорится, вас интересует такого рода сложная работа, она стоит дорого, она стоит времени, она стоит усилий, и, конечно же, она стоит серьезного контроля. Но она того стоит, потому что, если вы планируете стать лидером рынка, каждый элемент нужно перепроверять и пересматривать. Если есть гипотеза, что его нужно менять, то нужно проверить, прежде чем его менять. Потому что иногда изменение может повлиять к серьезным последствиям. Глюки юзабилити постигли многие сайты. Например, вот сейчас недавно вышедший дизайн Фейсбука, если вы обратили внимание, он прилично отличается, новый дизайн Фейсбука. Вы, наверное, обратили внимание, что это старый дизайн Фейсбука, а вот новый дизайн Фейсбука, который я вот хотел бы сейчас вам показать, он очень изменился. И я не знаю, возможно, они проводили закрытые АБ-тесты и сильно его поменяли. То есть, почему они решили сместить дизайн с такого на такой? Скорее всего, проводились ряд закрытых тестов, ряд АБ-тестов по изменению дизайнов, которые, собственно, они провели результативность и, допустим, и сказали результат, что нужно менять, а что оставлять. Поэтому, когда происходят большие редизайны, само собой, каждая идея редизайна является маленькие АБ-тесты, которые проводятся экспериментально на каких-то отдельных страницах с какими-то отдельными элементами. На этом все. Я бы хотел услышать ваше мнение, проводите ли вы АБ-тесты на своем сайте или нет, прежде чем делать редизайны, или слепо верите маркетологам, которые вам сказали, давайте сделаем редизайн сайта. Ну, то есть, хотелось бы узнать, проводите ли вы анализы, вообще, зная ли вы про АБ-тест, нужен ли он вам вообще. И, собственно, если вам нужен, напишите. Тоже хотелось бы узнать, кому действительно нужен качественный, собственно, маркетолог, который будет планировать АБ-тестинг. Да, почему? Потому что вам нужен не только тот, кто будет его внедрять, программист или дизайнер. Вам еще нужен тот, кто его будет планировать, то есть, формировать гипотезы, отслеживать результаты. То есть, у вас должен быть человек, UX, UI, тестировщик, который проводит все эти тестирования. Но это не классический тестировщик, это маркетолог с навыками тестировщика. Такого человека на рынке довольно-таки трудно найти. И этих людей фактически берут только в крупные компании, и в крупных компаниях они работают. Но малым компаниям тоже это нужно. Даже если у вас не хватает трафика, его всегда можно купить непосредственно в контекстной рекламе, и замерить результативность, что довольно-таки дешево на самом-то деле. И по результативности, как говорится, можно проверить результат. Кстати, есть очень классные примеры, когда, собственно, меняются заголовки, когда переделываются, допустим, за счет того, что call-to-action элементы меняются цветами, за счет того, что добавляются текстовые элементы через чек-листы, то есть, добавление изображений для любых страниц. То есть, есть множество банальных вещей, которые уже давным-давно замерены, и по которых можно ориентироваться на первоначальном дизайне. Но иногда вы столкнетесь с тем, что вы не знаете, как менять дальше. Вы не знаете, что сделать для того, чтобы увеличить конверсию страниц. Я всем рассказывал про классный сервис, который имеет огромное вовлечение. Он очень прост в дизайне, который позволяет закидывать любое изображение непосредственно сразу в этот сервис. И в этом сервисе можно его, вставив изображение, сразу, говорится, посмотреть и выгрузить его в интернет, и, допустим, посмотреть по ссылочке. Да, он позволяет делать и большие страницы, веб-сайты, но я говорил про этот сервис уже много раз. Но про этот сервис – это простое юзабилити и огромный трафик. Трафик в этом сервисе безумно огромный. Юзабилити очень простое. Я интуитивно понимаю, что нужно. И каждый элемент, расписан который на сайте, тоже на своем месте. Сегодня был с вами Николай Шмычков. Рад был вас всех видеть. Не забываем подписываться на наш канал. Жмите лайки. Задавайте вопросы в комментах. Я на все комменты отвечаю. У нас есть Инстаграм. Мы его сейчас пополняем и шуточками, и не шуточками. Я хочу, собственно, сделать из Инстаграма действительно образовательный тоже паблик такой. Почему? Потому что они все сидят непосредственно в Ютубе. Некоторые любят сидеть в Инсте. У нас и выгружаются ролики в Инсту. Буду рад всех вас там видеть. И до новых встреч. Продолжение следует...